Везняковский район 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 В Центре Владимира Везняковский район Везняковский район Везняковский район Везняковский район Везняковский район Он завоевал серебро. Владимирские хоккеисты принимают поздравления. В мэрии состоялась церемония награждения игроков и тренеров любительского хоккейного клуба «Владимир». Особое внимание игрокам возрастной категории 50+. Они стали победителями всероссийского турнира в Сочи. Речь идет о ночной хоккейной лиге. В заключительном этапе игр участвовало рекордное число команд – 174 коллектива из 81 региона России. Правда, по словам тренера команды, все могло закончиться после завтрака, перед самой первой игрой на турнире. Все пошли на шведский стол, наелись, как поросят. Не бегали вообще первую игру. Просто я на них кричать, вы что говорю, у нас первая игра, Денис Сергеевич, извините. И, короче, я после игры выиграл или ели ее 3-1 первую игру. Собрание сразу же запретило им ходить на завтраки, максимум кофе пить, максимум кофе, ну там кашки геркулецкие немножко. В финальном же матче владимирские хоккеисты вырвали победу у команды «Торговый порт» из Мурманска со счетом 4-3. Кроме того, в церемонии награждения приняли участие также игроки возрастных категорий 18 и 40+. Они успешно выступили в региональном этапе всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд. Глава города Дмитрий Наумов и президент областной федерации хоккея вручили спортсменам-любителям благодарственные письма и кубки. Задача администрации заключается в том, чтобы максимально развивать, прежде всего, профессиональный спорт, ну и, конечно же, огромное уделять внимание массовому спорту. Потому что задача наша – привлечь молодежь, создать возможности и условия для игры в хоккей, да и во все остальные виды спорта. Именно так называемый дворовый спорт. Вот на это сейчас сделан акцент и в рамках этого сейчас будем максимально акцентировать свое внимание. Ветераны лишь только показывают, как надо играть, а дальше должна заниматься эта молодежь. Большая надежда, опять же, возлагаемая на то, что будет дворец «Полярис» запущен в работу в октябре-ноябре. Это тоже, благодаря прежде всего нашему губернатору, он сумел проговорить с собственниками данного ледового дворца. И те взяли за работу, и скоро мы увидим обновленный дворец. К слову, базой для тренировок команд стал ледовый комплекс «Владимир». Его директор по совместительству депутата Владимирского горсовета сегодня также поздравлял владимирских хоккеистов. Ледовый комплекс «Владимир» является базой, домашней площадкой не только для проведения тренировочных игр, но и также для того, чтобы можно было принимать гостей у себя. Ледовый комплекс «Владимир» обладает всеми необходимыми условиями для проведения региональных отборочных этапов ночной хоккейной лиги. И поэтому ребятам спокойно, комфортно у нас и очень хорошо. И созданы все необходимые условия для этого. По словам хоккеистов, в предстоящем хоккейном сезоне они постараются не только повторить результат этого сезона, но и его улучшить.